А в Турции несколько городов пострадали от наводнения. Его вызвали дожди, которые продолжались в некоторых районах три дня подряд. Власти ограничили движение и закрыли междугородние трассы. Аэропорт Стамбула отложил некоторые авиарейсы. Четыре дня назад метеослужба Турции предупредила, что на побережье Средиземного и Черного морей, а также в юго-восточной части страны пройдут сильные дожди. Однако никто не мог предположить, что масштабы будут такими. Здесь даже жертва. В Измире погиб один человек. В Стамбуле затопило район Ускудар, расположенный на берегу Мраморного моря. Теперь здесь полностью прекращено транспортное сообщение. Машины, оказавшиеся в плену стихии, пока никто не сосчитал. Не до этого. До приезда спасателей люди своими силами пытаются спасти имущество. Так всегда бывает, когда неправильно работает подземная дренажная система города. Поэтому в первую очередь в Стамбуле нужно улучшить инфраструктуру. Иначе так и будем. Страдать из-за каждого дождя. Подземная дренажная система Стамбула построена более века назад. Изношенные трубы постепенно обновляют, регулярно расчищают арыки. Но с такими объемами никакая система не справилась бы, сетует городоначальник Стамбула. Из-за проливных дождей, которые не прекращаются более двух суток, в водохранилищах Стамбула накопился 10-дневный запас воды. По имеющимся данным, сейчас уровень воды в водохранилище составляет 20%. Метеослужбы Турции сообщают, что в Стамбуле Каджиэле и Сакаре распогодятся не скоро. В ближайшие дни вновь обещают сильные осадки. Катерина Брынюк, Ержан Женис, Самат Сулей, из Турции.